здравствуйте коллеги retail week вновь на ваших экранах рядом со мной новый интересный спикер здравствуйте представьтесь пожалуйста какую компанию представляете здрасте исполнитель директор компания дочки с ножки игорь головко игорь скажите пожалуйста вы будете сегодня спикером на нашей бизнес-сессии расскажите пожалуйста о чем она будет ну мы с коллегами обсудим новые реалии фэшн рынка что происходит сейчас на рынке и как он будет развиваться не секрет что многие отрасли претерпели изменения и фэшн рынок наверное не исключение вот но как он с другими категориями с другими отраслями поменялся наверное есть серьезные отличия если про нашу сеть у нас в сети дочки с ножки это супермаркет детских товаров там представлена 5 категорий это у нас и фэшн категории игрушки товары повседневного спроса и сложная техника это коляски и стульчики так далее и мы наблюдаем абсолютно разные тенденции во всех этих пяти сегментах и допустим есть категории которые под ними очень легко перешли к макетплейсом в онлайн мы тоже довольно серьезно представленным онлайн с хорошими продажами а есть категории которые ну очень плохо подвергаются переходу в онлайн и фэшн как раз одна из них да ну потому что ну неудобно выбирать по экрану надо пощупать есть разные лекала есть разный размер а мы с ним про детей но вообще-то нам померить но потому что у него он там даже не может сказать мы жмёт не жмёт надо пальчиком там конь ботинок потрогать или на нем посмотреть как курс к нам сидит поэтому у нас ослайне про проходит в бизнесе до ряд категорий прям уходит уходит в онлайн но мы надеемся что фэшн от тот блок который ну максимально останется в оффлайне не уйдет в онлайн я могу сказать что самое главное на ребенка можно купить чуть побольше размера ты знаешь он точно ему когда-нибудь будет в пору можно не попасть в сезон правда но да но самое главное мамочкам нужно обязательно пощупать потрогать ткань чтобы это было максимально хорошо тут конечно в онлайне тяжело да конечно потому что но не секрет что есть поставщики которые пишут там хлопок а ты приходишь но стеклянная одежда но слава богу мы этим не балуемся но такое бывает и бабочка не доверяет никому кроме своих тактильных вещений да расскажите пожалуйста как рынок fashion тем более еще детского fashion отреагировал на вот запросы прошлого года дети детей перестали одевать категорически в принципе дети ходили в чем матер дела и в чем что у них было до этого или в принципе наоборот в какой-то момент у родителей появилось больше времени для того чтобы общаться своими детьми для кого не секрет что многие родители первый раз в жизни такое огромное количество времени посвятили своим детям за время пандемии или наоборот этот рынок из-за этого вырос ну вы правы что в саму пандемию сама разгар это апрель-май-июнь ну там действительно продажи фэшн она они прям ну подсели подсели но мы имели когда люди все-таки вышли из заточения пошли гулять конечно мы имели всплеск продаж особенно это наблюдалось на обуви потому что ну детей босиком не отправишь там из одежды мог если можно купить на вырос обувь на вырос очень трудно покупать пошла болтается неудобный так далее вот поэтому в обуви мы видели прям возврат возврат фэшн не ну в одежде ну в июле в августе мы тоже видели видели хорошую историю было смазано немножко история со школой потому что до последнего там до 1 сентября мы не знали а пойдут эти школу ли нет потому что сезон был такой смазанный и растянутый в сентябрь он ушел обычно очень ярко выражен да но тем не менее уже зима уже значимое восстановление и фэшн и вот уже весна видим но уже уровень продаж уровень до пандемии на уже уровень подождь девятнадцатого года и мы видим что она восстановилась конечно есть некое привлекание в онлайн то есть к нам зак идут заказы сайта вот но если в целом по двум по двум каналам фэшн останется не восстановились другие категории но вот фэшн слава богу мы знаем что ваша сессия начнется буквально через несколько минут поэтому наверное мы не будем вас задерживать спасибо за такое приятное общение и я надеюсь что все будет хорошо в нашем сегменте и думаю что родители как всегда откажут себя во многом но о детях позаботиться спасибо вам большое спасибо надеюсь что родители тебе тоже не откажут но дети позаботиться спасибо